Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы затронем тему осознанных сновидений, йоги-сновидений. Я расскажу о принципах влияния на астральное тело другого человека и расскажу, как выйти из-под влияния того или иного человека. Но для начала, для примера, я всегда считаю, что пример или какая-то история, связанная с тем или иным человеком, она является самым лучшим примером для понимания. То есть я не рассказываю истории, связанные, или я не даю просто знания какие-то. К примеру, тело человека состоит из 72 тысяч каналов, из 7 чакр и так далее. Нет, я рассказываю конкретную историю своей жизни, о переживании астрального тела, о практиках ясновидения и так далее. То есть таким образом мы на примере можем понять, как всё это работает, в каких ситуациях какие аспекты проявляются и так далее. Это очень полезно и очень важно. Так вот, сегодня ночью в осознанном сновидении я в какой-то момент оказался в большом пространстве, и со мной шёл мой старший сын, он шёл с правой стороны, держался за ручку. И в то же самое время в сновидении я чувствовал расположение одного из моих друзей. Знакомы мы, наверное, около полугода с этим моим товарищем. Я чувствовал очень хорошее отношение этого друга ко мне, какое-то благосклонное, доброе отношение. И я понимал, что я нахожусь в этом сновидении, поскольку этот мой друг, в силу его дружеского отношения, он таким образом каким-то пытается проявить… Это, естественно, проявляется бессознательно, он уверен, не понимал, что происходит. Это реакция астрального тела, и я описываю с позиции астрального тела. И вот это его отношение, его дружба, его расположение ко мне, они были проявлены именно в сновидении. И в сновидении он хотел, чтобы я искупался в озере. Озеро было искусственное. Шёл я с сыном, направлялся в это озеро. Естественно, я понимал, что я делаю. Я понимал, что это мой друг. Я понимал, что он хочет мне добра. Я подходил к этому озеру. Но в какой-то момент я понял, что, во-первых, озеро состоит из камней. Всё дно было создано из камней. Это раз. А во-вторых, в озере не было воды. Естественно, я с сыном, мы опускались всё ниже и ниже. При этом сын, я наблюдал за астральным телом ещё и ребёнка. Я понимал, что он находится в каком-то не очень хорошем состоянии. Ему не нравилось здесь находиться. Но я ради того, чтобы угодить другу, я всё-таки спускался всё ниже. Но воды, спускаясь по берегу, всё не было, не было, не было, не было. В конце концов, я понял, что здесь нет вообще никакой воды. И бесполезно здесь её искать. И тут я обратил внимание, что в этом озере, или же в этой яме каменной, растут камни. Огромные камни из полудрагоценных камней. По-моему, есть такой камень, называется Малахит. Он салатовый. Не салатовый, а зелёного цвета такого. И эти камни, они, во-первых, были живыми, они росли, и они были вот такого цвета, салатового. При этом мы всячески старались не наступать на эти камни, потому что они были живые. И это было удивительно, это было странно, как минимум. В то же самое время, находясь на берегу этого озера, псевдо-озера, я услышал голос, и голос как бы прозвучал с небес. Это был голос моего духовного наставника, моего драгоценного защитника. Он мне очень строго повелел или же упрекнул. Он сказал, что нельзя раздавать свои энергии, жизненные энергии, энергии своей собственной судьбы, своего астрального тела нечестивцам. И когда он это сказал, я в какой-то момент понял, о ком он говорит, и я понял, что имелось в виду, когда прозвучала эта фраза у меня над головой. То есть я слышал этот голос, голос был очень чистый, мелодичный, красивый, но весьма строгий. И в следующее мгновение я взял сына за руку и вышел из этого сновидения. Некоторое время размышлял, это было приблизительно часов 5 утра, всходило солнце, я размышлял, думал, в чём же закралась ошибка, что же я сделал не так. Потом всё же я вернулся в состояние сновидения, я решил ещё раз вернуться, да. И я опять увидел это самое озеро, оно уже было наполнено водой, и над озером парила грязная душа. Это была большая душа, но она была грязная. И это озеро — это отношение этого человека ко мне. То есть он всячески хотел, чтобы я был участником той деятельности, не той деятельности, а как бы это донести, чтобы я испытывал его отношение или его благое расположение к самому себе в виде вот этих вот энергий, которые находились в озере. Но в первый раз, как я уже дал вам понять, в озере не было воды, и, соответственно, в его деятельности энергии в принципе нету. Это раз. Во-вторых, существуют некие Знания, о которых я никогда не рассказывал. Мы во время общения с ним, он является довольно давно подписчиком моего канала, и общаясь с ним, он как-то бросил такую странную фразу. Я подумал, ну, может быть, это какая-то шутка, как бы человек, который следует духовному пути, а он всё-таки следует духовному пути, не стал бы обращаться с таким странным предложением или же вопросом. Так вот он сказал, он обратился и сказал, «Виталий, а можно я вот буду брать у тебя энергию из астрального тела?» На самом деле он весьма хорошо чувствовал, или он является чувствительным человеком, то есть энергетика многих людей, она чувствуется людьми. Соответственно, я ему сказал, «Да, конечно же, если ты чувствуешь, что находишься в каком-то странном, не очень хорошем состоянии, ты можешь брать, но бери, я подчеркнул ещё тогда, бери энергию света». Но как результат, на самом деле, спустя какое-то время я это наблюдал, я видел, вот как всё это происходит. Я видел, что на самом деле он не брал энергию света, не брал тот свет, в который я вхожу посредством медитации, он не прикасался к свету, он брал постоянно энергию жизни, энергию астрального тела, ту самую энергию, которая нужна была для развития судьбы, для развития проекта, канала, допустим, для совершенствования, или для того, чтобы поддерживать моих малышей, то есть детей, семью, супругу и так далее. То есть он отнимал эту энергию, которая предназначалась изначально для других целей. Это, на самом деле, самая грубая энергия, но она не предназначалась для этого моего товарища. Я, естественно, об этом знал. Я понимал, что он находится в состоянии, когда энергия просто крадётся, воруется. В принципе, как бы брать энергию других людей ни в коем случае нельзя. Вы должны понимать, что, ну, условно говоря, это вампиризм, это раз. Во-вторых, подобное мышление, подобное предложение, они характерны именно людям, у которых доминирует демонический склад ума. Что бы они там себе не думали, как бы они себя не мнили, на самом деле подобные идеи, подобные мысли, они присущи именно такому типу людей. На самом деле духовный человек, духовное существо никогда не будет брать у кого-то энергию. Я, например, ну, как бы, я считаю, что даже если энергии немного, бывают дни, когда выкладываешься по полной, и энергии действительно немного, но, по крайней мере, даже тот остаток, который остаётся, он на порядок чище, благодаря духовным практикам, благодаря йоге, благодаря медитации, чем у большинства людей. И брать у кого-то более, допустим, худшую энергию, какой смысл? Я так ни в коем случае не поступаю. Да, если существо более высокого порядка, но тогда здесь уже включается принцип гуру йоги и оскорбление, а подобная деятельность, то есть отнимание энергии является оскорблением, и оскорбление такого существа, оно будет нести в себе очень тяжёлые последствия. Поэтому и в первом, и в другом случае данный поступок неправилен. То есть если у вас есть уважительное отношение к какому-то учителю, допустим, в традиции индуизма, достаточно просто принципа служения для того, чтобы мы накапливали или обретали все те качества, которые есть у этого учителя в традиции индуизма. То есть достаточно просто служения какого-то внутреннего ментального почитания, и потихоньку эти качества, эти достоинства того или иного человека будут зарождаться, зарождаться в нас самих посредством подобного почитания, не поклонения, ещё раз, друзья мои, подчёркиваю, а почитания. Поскольку есть люди, которые на шаг, на два, на три, на десять ступеней находятся выше нас в духовном развитии. Естественно, почитая, допустим, святых, мы таким образом зарождаем в себе качества, присущие тем или иным святым. И этот шаг, он на самом деле является мудрым, поскольку впоследствии эти качества, которые мы в себе зародим, они помогут нам прогрессировать и развиваться на том или ином пути. Просто же следовать пути поклонения Богу на самом деле непросто. Невзирая на то, что я сказал «просто», а потом «непросто», да, на самом деле это очень тяжело, поскольку Господь — это очень строгая, очень дисциплинированная, очень возвышенная Личность, и добиться Его расположения непросто. Даже святым расположение Господа добиться непросто. А вот добиться расположения, допустим, святых наших, в традиции православной церкви, или, допустим, традиции индуизма, намного легче, поскольку они жили на земле, они понимают страдания людей, они сами, может быть, где-то ещё не достигли каких-то более высоких уровней своего развития. Но так или иначе, мы должны учитывать принцип гуру-йоги, иначе включается закон кармы, и впоследствии, вот как в моём случае, как бы духовный наставник, он повелел оборвать все эти связи, поскольку данные связи, они оскверняют развитие, ухудшают судьбу и так далее. Естественно, на утро я в некоторой степени извлёк часть энергии из этого человека, то, что он за эти полгода вытащил, извлеку в целом полностью. Я никогда не хотел прибегать к этим методам, потому что если извлекаются энергии, удар, обратный удар по этому человеку будет очень-очень тяжёлым, поскольку удар будет нанесён не просто по его жизни, по его судьбе, но ещё и по его семье, по его работе, по его взаимоотношениям и так далее, по его состоянию интеллекта, по его энергетике. Там всё, это всё на самом деле взаимосвязано. Поэтому в этом случае нужно быть крайне осторожными и проявлять уважение в отношении тех или иных учителей, к примеру, в традиции индуизма, дабы как-то не оскорблять их внутреннюю суть и те Знания, которыми обладают. Естественно, спустя какое-то время, когда я… Ещё интересный момент. Спустя какое-то время, когда я ему разрешил брать энергетику из своего астрального тела, ну, с одной стороны, я, естественно, всё-таки рассчитывал на то, что он обладает мудростью и поймёт, что это в принципе нельзя делать. То есть, ещё раз подчёркиваю, благоразумный человек никогда, во-первых, просить об этом не будет, а во-вторых, он не будет делать так. То есть, спустя время, я всё-таки думал, что он это прекратит делать. Но так уж получилось, что, по всей видимости, это не прекратилось. Вот. И дошло до того, что, ну, как бы мой учитель дал мне понять, что надо с этим заканчивать. Немножко возвращаясь, когда я ему разрешил, когда энергия начала перетекать, я также знаю, что в моём астральном теле в энергиях есть очень весьма сильные аспекты, да, вот. И эти энергии, эти аспекты, они начинают вымывать в душах людей такие странные нечистоты, и характер человека очень сильно может измениться. То есть, начинает выходить на поверхность та карма, то подсознание, которое скрыто, вполне возможно, от него самого и может проявиться только лишь в следующих жизнях. Я замечал это и потому, как я был в монастыре, и по общению с другими людьми. То есть, если человек очень близко общается, если какие-то происходят очень тесные дружеские взаимоотношения, то так или иначе при соприкосновении астральных тел начинает проявляться духовная суть или внутренняя суть того или иного человека. И когда происходило это в случае с этим молодым человеком, спустя какое-то время даже возникали какие-то такие гневные нотки. То есть, если я записываю ролики, связанные с Дивеева, то были высказывания относительно того, что на самом деле Дивеевская обитель это вообще бизнес-проект. Там священники просто зарабатывают деньги, что он прекрасно разбирается во всех этих как бы аспектах материальной жизни, что он знает, как все эти процессы бизнеса работают и что некому там поклоняться и вообще как бы туда ездить нельзя, потому что это просто место для заработка денег. Следующим элементом, который также меня удивил, там у него было свое переживание какое-то, их бывало немного, но они так или иначе бывали. Я ему попытался объяснить его, ну как он считал видение, что на самом деле когда у вас нет времени на духовную практику и вы следуете духовной традиции совсем чуть-чуть, доверять каким-то своим переживаниям ни в коем случае нельзя и вообще доверять себе нельзя, поскольку духовной практики нету, нет начитанных мантр, молитв, нет выполненных медитаций, нет духовных покровителей, гуру, духовного наставника и так далее. Чему можно верить, если у человека нет элементарных знаний, элементарного понимания? В данном случае у нас даже был какой-то такой, мягко говоря, конфликт, ну не конфликт, а скорее выстреленная им фраза в мою сторону, что раз я таким образом объясняю его состояние, то и то, чем делюсь я, оно на самом деле находится в таком же самом состоянии, поскольку этот способ объяснения можно применить и ко мне и так далее. То есть такие философские дебаты пошли, то же самое в отношении библейских повествований, постоянно какие-то были опровержения, постоянно какие-то недомолвки, сотни вопросов относительно того, допустим, откуда ты знаешь, что Преста и Богородица действительно воскресла, ты это видел? Ну я-то не видел, понятно. Но есть исторические как бы факторы, знания, сведения, что это было действительно так, есть упоминания. Ну на самом деле как бы и Иисуса никто не видел, но в Него же верят, соответственно, как бы должна быть мудрость, должно быть доверие. Ну не будем, не будем о грустном. Естественно, данный знак, данное переживание я остановлю. Спустя какое-то время эти каналы будут отрезаны или убраны, если хотите. На будущее всё-таки, друзья, если хотите получить какие-то духовные знания, духовные энергии, духовные силы, приходя к учителю, допустим, в традиции индуизма, либо если вы посещаете какой-то монастырь в традиции Православной Церкви, всегда просите благословения. Только благословения, только благопожелания того или иного святого, они способны нас развивать. Не просите ни в коем случае энергию, не просите там ещё чего-то. Просите только лишь благословения. В силу того, что такие люди ведут благочестивый образ жизни, в силу того, что они ведут практику, связанную с духовностью, то есть начитываются мантры, читаются какие-то могущественные гимны, выполняются медитации, переживаются какие-то состояния самадхи, выполняется паломничество. В силу этого данный человек накапливает духовную силу, и любое его благопожелание, оно впоследствии сбывается. Понимаете, в чём суть? Поэтому суть благословения даже хранится в самом этом слове благословение, то есть говорить благотворные какие-то речи в отношении того или иного человека. Единственное, что нужно, ещё раз подчёркиваю, это просить благословения. Если вы искренне, чисты, если вы ведёте духовный образ жизни, это благословение сработает вам на руку, то есть оно впоследствии приведёт вас на путь духовного развития впоследствии и к какой-то реализации, к просветлению либо ещё к каким-то глубинным переживаниям. Да, ещё интересный момент. Те камни, которые я видел в озере, которые росли, которые были живыми, и то озеро и в первом сновидении, и во втором сновидении они были созданы именно из той энергии, которую я или которую он брал с моего разрешения. То есть камень, растущий малахит, сам этот человек, он бизнесмен, естественно, он эту энергию брал, брал для того, чтобы впоследствии каким-то образом проявиться ещё глубже в формате бизнеса и так далее. Малахит, то, что малахит рос, то, что камни росли, то, что они были живыми, это указывает на то, что его проекты действительно развивались, но посредством тех же самых энергий, которые соответственно он же и брал из моего астрального тела. Вот такова суть, таково благопожелание или благословение, или суть благословения с позиции духовных существ. Вот. И такие ошибки мы можем совершать. Я думаю, знания интересные, полезные. До новых встреч! Продолжение следует...